Сейчас, когда о победе Трампа на президентских выборах говорит лишь он сам и кучка его последователей, внимание переключилось на то, что и как делает Джо Байден в качестве избранного де-факто президента США. Ведь те, кто проголосовал за него или не так за него, как против Трампа, хотели видеть нечто кардинально отличное от того, что вытворял Трамп. Управление огромной страной в скандально-истерическом ключе просто не может нравиться всем. Странно, что такой стиль пришелся по душе половине электората США. Сейчас, когда Трамп уже безусловно уходит, тех самых американцев, отдавших голоса задействующего президента, можно поздравить с тем, что они дали практически ответ на вопрос, который очень часто встречается в материалах американской прессы, посвященных Второй мировой войне. Мне лично приходилось читать не просто сами эти вопросы, а очень длинные рассуждения, детальную аргументацию и тяжеловесные выводы именно американских ученых. Вопросы формулировались по-разному, но суть их сводилась к тому, как демократические механизмы в предвоенной Европе смогли дать не один, а сразу два серьезных и, как оказалось, фатальных сбоя. Ведь и Муссолини, и Гитлер пришли во власть исключительно демократическим способом. Как это и положено, за них проголосовало большинство. Да, пусть сначала не за них лично, а за политическую силу, лидерами которой они были, а потом за того же Гитлера проголосовал Рейхстаг. Тем не менее, они пришли на вершину власти именно таким путем, как в США избирают собственного президента. С совком им все понятно, поскольку большевики пришли к своей власти путем переворота и потом насадили режим, который только внешне чем-то напоминал демократию, а на самом деле был диктатурой. Но Италия и Германия тоже получили диктаторов, причем занесли их на трон своими собственными руками. Так вот, вопрос этот выглядел следующим образом. Как просвещенная, умная нация, имеющая массу мыслителей, деятелей всех направлений искусств и наук, что важно, и имеющая представление о демократии, смогла избрать себе людей, которые даже не скрывали своих диктаторских замашек. Это касалось как Италии, так и Германии. Более того, американцы не могли понять, как народ этих стран смог проголосовать за паятцев и позеров, которые даже своим публичным поведением и особенно речами показывали, что с психикой там не все в порядке и что там нужен доктор с молоточком, который бы их постоянно наблюдал. И вот этому вопросу американские ученые уделяли особое внимание. Мол, эти люди, итальянцы и немцы, могли не иметь образования или глубоких познаний в вопросах права и госустройства, но вкус-то у них есть, как они не смогли рассмотреть, что Гитлер и Муссолини просто являют собой воплощение безвкусицы, которую они демонстрировали публично. На этот вопрос они дали ответ, но он всегда был тяжеловесный и слегка снисходительный. В том плане, что вот у нас не было такого никогда, нет и быть не может в принципе. Но вот, четыре года правления Трампа расставили все по местам. Почти половина американцев ответила на вопрос очень лаконично. А вот так? Проголосовав за позера, паяца и не очень уравновешенного психически человека. Ведь если отключить звук и одновременно запустить видео с Муссолини, Гитлером и Трампом, окажется, что они это делают в каком-то неуловимо похожем стиле. Так что теперь американским историкам будет проще разбираться в тех вопросах, ответы на которые они так тяжело и долго искали. Для этого им уже не понадобится погружаться в социально-исторические дебри указанных выше стран, а просто внимательно смотреть по сторонам и находить их прямо сейчас и прямо в США. Да, Трамп не успел превратиться в диктатора, но, положа руку на сердце, можно с уверенностью сказать, что он успел существенно развалить демократические устои США и снять большинство предохранителей, которые удерживают первое лицо Америки от скатывания в диктатуру. Заметим, остановить его не смогли ни законодательная, ни судебная ветви власти, а исполнительная ветвь и так была у него в руках. А это говорит о том, что второй каденции ему вполне хватило бы для того, чтобы демонтировать уже все демократические механизмы и превратить страну в классическую диктатуру. Между прочим, Трамп сам прямо и неоднократно оглашал подобные желания, а недавно амнистированный им Роджер Стоун, его основной политтехнолог, прямо сейчас предлагает ему ввести военное положение, отменить результаты выборов, разогнать Конгресс и взять всю полноту власти в свои руки. И тут уже дело даже не в том, что Трамп оказался бездельником, невежий и трусом, даже для того, чтобы решиться на такой шаг, а в том, что ни один правоохранительный орган США не отреагировал на такие заявления, как на призывы к свержению конституционного строя. И если после первой каденции Трампа все же удалось сковырнуть, то его вторая каденция растянулась бы до момента вперед ногами, как это уже есть у Си Цзиньпина и, похоже, у Путина. В этом смысле крайне важно то, что демонстрирует Джо Байден, поскольку ему нужно склеить то, что успел порвать Трамп. Но, что более важно, на только что продемонстрированном примере, стало ясно, что Штаты слишком изнежились и расслабились, что привело к ситуации, когда власть в стране легко может оказаться в руках авантюристов, которые могут слить в унитаз более двух сотен лет ее истории, превратив Штаты в липрозорий наподобие совка. И, что самое главное, со времен Джона Кеннеди американцев пугают, что демократы могут завести в США совок, поскольку в их рядах состоит целый ряд левых социалистов. Но никто не ожидал, что нечто подобное может угрожать с правого фланга, а именно от республиканцев. А ведь ситуация оказалась еще хуже. На самом деле Трамп и его развеселая команда – не республиканцы вовсе. Они просто использовали франшизу республиканской партии, подтянув себе именно республиканский консервативный электорат. И самое плохое тут в том, что республиканская партия сдала в аренду свои флаги персонажу с однозначно темным и грязным прошлым, окруженному отпетыми мошенниками и аферистами. Об этом уже можно говорить определенно, поскольку это самое окружение расселось по тюрьмам даже при правлении самого Трампа и вышло оттуда по его амнистии. По сути, республиканская партия сдала свой бренд группе лиц, которые по замашкам очень похожи на мафиозный клан. Каждый может вспомнить личное представление подобной организации, то, что она ставит во голову угла и чего не приемлет и не прощает, а потом сравнить с тем, что демонстрирует Трамп и его команда, начиная с Роджера Стоуна и Руди Джулиани. Это можно сравнить и попытаться найти какие-то отличия. Думаю, что найти эти отличия будет совсем нелегко. По крайней мере, у меня это практически не получилось. Понятно, что избранный президент никак не может поставить на вид республиканцам за это и вообще как-то повлиять. Единственное, что он может сделать, дать им время самим разобраться в том, что они натворили и куда уронили престиж своей партии. Ведь когда Трамп уйдет из Белого дома, его художества станут широко известными, поскольку он уже не сможет никому не приказывать, не как-то иначе затыкать рот. И их, республиканцев, спросят их же избирателей. Ну ладно мы, а вы-то куда смотрели? Поэтому перед Байденом стоит нелегкая задача. Почистить и смазать механизмы госмашины, а где-то и поменять какие-то детали, так, чтобы вот такие Трампы изолировались автоматически, как только они пытаются посягать на базовые принципы, которые составляют понятия, которые мы знаем под именем США. И в первую очередь, речь идет о принципе равенства всех перед законом. Очевидно, что Трамп деформировал этот принцип до неузнаваемости. Оказалось, что он сам и его клан выведены из-под ответственности перед законом. Если это касается людей в его прямом подчинении, он просто отдает приказ не давать никому и никаких показаний, и на том все заканчивается. А те, кто таки вляпался, получают его амнистию. Это и есть равенство перед законом. Понятие ответственности включает в себя саму принципиальную возможность призывать к ответу перед спецорганом судом. Но при Трампе этот принцип, если не перестал работать полностью, то показал, что местами он уже не работает, и потому ни о каком равенстве перед законом уже речь не идет. В связи с этим, хочется отметить первый шаг Байдена, который лично я оцениваю на пятерочку. Действительно, в этом году у США были две беды. Трамп и корона. Причем корона стала катастрофой, потому что Трамп решил ее заплевать, как плевали до эпохи исторического материализма. И вот с Трампом проблема начинает решаться, а вот с короной нет. Вчера США показали рекордный суточный прирост инфицированных 218 плюс тысяч, и рекорд смертности почти 3000 покойников за сутки. Это состояние уже даже нельзя называть просто словом катастрофа. Теперь это катастрофа в верхнем регистре. И понятно, что Трампу и в этом рекордно-катастрофическом случае плевать на все. Ну а Байден пока ничего практически делать не может, поскольку у него нет полномочий. И вот в этой ситуации он сделал очень правильный и символичный шаг. Он предложил Энтони Фаучи, который был главным консультантом шести президентов подряд по вопросам эпидемиологии, продолжить выполнять свои обязанности и стать главным советником избранного президента по этим вопросам. Фаучи тут же дал согласие. Да, он допускал ошибки в оценках начальной фазы развития пандемии, но как только стало больше данных, его суждения и прогнозы оказывались правильными и одновременно неприемлемыми для Трампа, который пообещал уволить его после выборов. И вот Байден показал, что для него важна эффективность борьбы, а не расстановка лояльных лиц по нужным местам. Он показывает, что его устраивает специалист, который способен высказать Фе президенту. Это важный сигнал всем, кто хочет работать на благо страны, а не вылизывать шнурки и сандалий президента. Думаю, что все, кому он был послан, приняли его, и все действительно начнет выходить из русла какой-то горячечной шизофрении. А это значит, что очень многое обязано встать на свое место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok